Мой, 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 сандра, это крылья, слава, мой, 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 сандра. Восхищаясь прошлым с уверенностью в будущее. Под таким девизом в Уфе открылась фотовыставка «Татар Дресс». Площадка центра «Лайфстайл Башкирия» стала местом, где современность тесно переплетается с историей, а национальная идентичность гордо преподносится перед объективами фотокамер. На фотовыставке было представлено пять татарских национальных костюмов этнодизайнера Ильдара Гатаулина, который из аутентичных материалов и по старым лекалам воссоздает традиционную одежду татары-башкир. Это не те костюмы, которые мы привыкли видеть на сцене, сценические костюмы, в танцевальных ансамблях, в различных хоровых ансамблях. Это именно попытка воссоздать ту одежду, которая была в действительности, поэтому ее размеры, они более широких размеров, характерны для мусульманских народов. Это одежда начала XX века, конца XIX века. Все работы реконструктора можно разделить на несколько уровней. Костюмы, повторяющие крой одежды прошлых эпох, в которых использованы предметы декора советского периода, и восстановленные до мельчайших деталей реконструкции, полностью копирующие гардероб наших татарских и башкирских предков. А украшения отреставрированы и с точностью повторяют своих исторических предшественников. Все ткани в коллекции и материалы, украшения в основном у нас XIX век. Это полностью собранные по крупицам все украшения. Сами ткани винтажные, это скорее всего середина XX-XX век, времен СССР, ранние периоды. И есть ткани XIX века, такие как парча, шелк, жаккард, бархат. Украшения в творчестве умельца идут под отдельной графой. С 2013 года Ильдар Гатаулин занимается производством национальных головных уборов и нагрудников с помощью 3D-принтера. Монеты на нагрудниках, маниста и головном уборе кошмал на оригинальных нарядах татарской или башкирской красавицы были из металла или серебра. Традиционные методы создания таких реплик финансово затратны, поэтому полимерные копии предметов декора гораздо доступнее, при том, что внешне неотличимы от оригинала. Вы можете встретить наши изделия почти во всех ансамблях, коллективах, фольклорах, у многих опаек, в башкирских костюмах много украшений нашей работы. Их носят также на фотосессии, на дефиле Мисс Башкатистан, студии Линара Тагировых используют. Все пять костюмов, представленные на фото-выставке «Татар Дресс», созданы в течение полугода. Сейчас эта фотоистория нашла свой дом в стенах лайфстайл-центра Башкирии, а ее герои лично пришли на открытие выставки. Вот я к татарям, получается, в Казани когда ездил, просто в гости, да, к друзьям, например, там ходишь и спокойно разговариваешь по-татарски, заходишь в магазин, разговариваешь по-татарски, и все круто, классно, и как-то, знаешь, по-домашнему. А в Башкирии как-то принято то, что даже башкиры между собой как-то стесняются разговаривать, и такой думаешь, камон, а что, почему? Поэтому вот такие мероприятия, я считаю, они очень важны, потому что мы не должны забывать свой язык и чувствовать себя как дома. А дом – это там, где мы, и там, где наш язык, поэтому это очень круто. Полюбоваться на национальные татарские костюмы и приобщиться к истории своего этноса уфимцы могут в центре «Лайфстайл Башкирия» до 15 января. Эльвира Заманова, Артем Валитов, Александр Кузнецов. Для телеканала ЮТВ. Субтитры создавал DimaTorzok